так отлично начнем друзья всем привет как я и говорил не заморачиваемся с качеством я записываю в буквальном смысле на ходу как вы заметили вот в такой такой внешний вид в общем вот но я сейчас постараюсь немножечко разогнаться и дать основную информацию дальше я проведу серию опросов мне важно понимать ну и давать обратную связь в том числе и понимать в какую сторону дальше двигать контент вот и дальше буду готовить и выдавать по мере подготовки какие-то прям вот конкретные технические инструкции ну то есть вот прям куда нажимать что делать и так далее но очень важно понимать смысл смысл того что вы делаете для чего я вот себе подготовил небольшой конспект я щас по нему быстренько быстренько пробегусь вот как и говорил это видео наверное выдадим без монтажа пока что вот но зато зато сейчас важно наладить просто connect я так сказал потому что вы должны точно четко понимать что мы как команда из соцсетей вытягиваем заказчиков в том числе вас вы тоже вот сейчас смотрите вы всех как-то так или иначе где-то там увидели меня или рекламу или еще как-то вы все практически по приходили с соцсетей вот с одной стороны это доказывает экспертность ну то есть мы реально в этом хорошо разбираемся с другой стороны это объясняет почему я мне сейчас тяжело очень спуститься на ну как бы там нулевой начальный уровень вот я могу нечаянно кидаться с какими-то терминами на которые может быть будут непонятны вот поэтому я и говорю мне сейчас важно получить обратную связь понять понятно непонятно и куда дальше двигаемся и что еще надо будет подготовить значит первое где продвигаться заголовок красноречивые по всем соцсетям но к по каким конкретно их реально очень много а вот какие то сейчас там попадают под блокировку вот хотя если честно я до сих пор немножко сомневаюсь что смогут заблокировать вообще все вот я ковырялся в технических всяких вопросах и анализах в общем мы посмотрим насколько это все в любом случае ставку в любом случае над делать на те соцсети которые дают возможность которые продвигают ваш контент вот так который продвигает ваш контент то есть вы что-то написали вы что-то опубликовали важно чтобы соцсеть показывала это людям незнакомым с вами не вашим там кругу друзей вот почему этот самый соцсети facebook было столько претензий потому что люди очень долго кто-то годами собирал свою базу там много тысяч подписчиков специально подписались на паблик например или на личную страницу а публикации видит ну там пять процентов из этих людей вот то есть важно чтобы соцсеть давала охваты почему блогеры например над охватами так париться потому что это вот важно какие соцсети у нас создают охваты больше всего их на самом деле немного instagram не facebook пожалуйста не путать именно instagram вконтакте живая соцсеть youtube и сейчас тик ток все не так уж и много возможно что-то еще но вот лидирует именно вот эти вот штуки значит если брать например инстаграмы вконтакте они очень похожи поэтому фактически если вы будете готовить какой-то контент для одной соцсети он вообще практически без изменений подходит для другой соцсети вот поэтому получается что подготовив себе там какой-то контент план например вы сможете продвигаться одновременно как минимум по двум соцсетям если с одной там что-то начнем там затормаживать блокировки хотя я пока говорю еще раз не замечаю именно по охватом именно вот следим внимательно пока с инстаграмом все неплохо вот с контактом понятное дело это российская соцсеть поэтому для россиян она тоже останется живой значит продвижение может быть двух видов первое это органическое это вот ваши публикации это ваши видео тексты и картинки stories какие-нибудь это все дает органический охвата с чем интереснее вы что-то пишите публикуете тем больше людей вас смотрят тем больше людей на вас подписываются тем больше людей потом у вас что-то заказывает зависимости от того что вы продаете и второе это реклама платная реклама таргетированная и еще и называть таргетированные реклама таргет это типа . то есть ну вот как звука например стрелять Вот. Таргетированная реклама разная, и мы ее тоже с вами пройдем. То есть мы пройдем оба вот этих направления, мы с вами разберем, и я постараюсь ответить на все вопросы, все буду здесь публиковать. Второй момент, ну или уже третий получается. У меня-то второй, но вот третий. Основные принципы везде одинаковые. Основные принципы продвижения везде одинаковые. Первое. Что под основными принципами понимается? Первое. Это оффер. Что вы предлагаете? Что вы продаете? Сформулировать, и важно понимать, кто будет это заказывать и будут ли заказывать вообще. Это важный очень момент, мы тоже с ним будем разбираться с вами. Второе. Важно правильно все оформить, ну то есть под оффер. Если вы продаете, например, консультации, соответственно, под консультации должны быть посты и видео. Если вы продаете услуги, дизайн, например, то то же самое. Желательно именно под услуги все и оформлять. То есть оформление. И это не только картинки там и так далее. Это именно вот... Если брать, например, Инстаграм, там есть вот эти крыльшки, там есть ссылка в шапке профиля, например. Вот, соответственно, под это все... Это все оформление, и оно все должно соответствовать офферу. Дальше третье. Это контент-план должен быть, понятное дело. То есть когда у нас есть оффер, мы понимаем, что мы продаем. Соответственно, под это что мы должны подготовить текст. Ну, короче, что мы... Как мы будем продавать? Вот это вот надо будет подготовить. Это тоже будем разбирать отдельным уроком. И очень важна регулярная работа. Регулярность. То есть, ну, с соцсетями это критически важный момент. Вообще все, что я перечислил, это оффер, это правильное оформление, это контент-план правильный и регулярная работа. Это все... То есть, чего-то одного не сделали, и оффер плохой, все остальное бесполезно. Оффер хороший, но оформились плохо, оно не продается. Оформились хорошо, но пишите или публикуйте что-то не то. Опять же, никого не привлекает это. Дальше, следующий пункт. Надо куда-то везти. То есть, если у нас есть оффер, это... У нас это называется воронка продаж, но на самом деле, по сравнению с тем, что... Ну, воронки бывают разные. Вот. Я об этом могу отдельно большую лекцию прочитать. Заморачивались мы с этими воронками. Они очень... могут быть очень сложные. Включать в себя огромное количество различных сервисов. Там по переписке, например, когда автоматические сообщения приходят, например, там в Telegram. Все вы знаете прекрасно, получали от нас это все. И сейчас, наверное, получаете. Так вот. Вам не обязательно так заморачиваться. Просто можно сделать... Ну, продумать взаимодействие с заказчиком. Вот человек хочет у вас что-то заказать. Что конкретно ему сделать? Куда нажать? Что с ним дальше после этого произойдет? Вам необходимо будет этот момент продумать. То есть, например, если брать Instagram, там есть Direct. Это прекрасный инструмент для того, чтобы начать взаимодействовать с заказчиком. Вообще великолепный. Вот. Через Direct можно совершенно спокойно переписываться. И даже можно настроить какие-то автосообщения, которые будут... Ну, вот человек написал, автоматически выскакивать. Вот. В ВКонтакте есть свой мессенджер. И им тоже активно пользуется аудитория, которая живет ВКонтакте. В ТикТоке тоже все есть. По-моему, я точно не знаю. Вот. Вообще, отличная модель, когда вы готовите сториз для Instagram. И эти же сториз... Смотрите, один и тот же контент публикуется в Instagram, публикуется ВКонтакте. И кусок этого контента публикуется в ТикТок, например. Вот. Ну, типа сториз. С другим немножко оформлением, но все равно. Вот. И, ну, идет такая прямо мощнейшая работа, на самом деле. Если чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы денег туда кинуть, буквально чуть-чуть, это просто начинает свисти. Если вы все правильно сделали, то у вас выстраивается поток заказчиков. По любой теме. Ну, то есть, мне без разницы, на самом деле, что вы будете продавать. Ну, то есть, я выступаю в качестве профессионального дизайнера, каким являюсь, если это дизайнер какой-то там, не помню, уже категории, ну, высший. Вот. Я много лет работал 3D-художником, был арт-директором. Поэтому я, конечно, топлю за дизайн все время, за визуализацию, за что-то графическое вот такое. Но это вовсе не обязательно. Ну, то есть, может быть, не услуги, а консультации вам будут предпочтительнее. Поэтому здесь надо будет определиться, и с этим я готов вам помогать. Вот здесь вот, на нашей вот этой вот площадке замечательной, которая мне очень нравится. Что продавать? Как раз вот здесь давайте разберем следующий пункт. Ориентируемся на то, что можно продавать в онлайн-режиме. Что можно продавать в онлайн-режиме? Это консультации. Как я уже сказал, это великолепно. Ну, то есть, это то, что минимум трудозатрат и максимум, скажем так, результата. Ну, то есть, вы действительно стараетесь помочь людям. Главное, чтобы у вас была экспертность по теме, которая пользуется хоть каким-то спросом. То же самое. То есть, на эту тему надо будет обязательно нам с вами посоветоваться. То есть, я буду создавать такие опросники. Будете отвечать, комментировать, и можно будет тогда помогать вам с этим. Дальше. Это услуги. Визуализация, например, интерьерная, архитектурная, предметная в том числе. Это моделирование. В том числе, ну, сейчас с появлением NFT. Не знаю, в курсе вы, что это такое или нет. Но, в общем, моделирование для игр, например, оно вышло на совершенно новый уровень. Раньше модели продавали через стоковые всякие площадки. И сейчас с появлением NFT это стало совершенно, ну, на другой уровень вышло. То есть, модели для игр можно делать и продавать. Мне не очень нравится это направление, потому что, мне кажется, это дешево. Но оно есть, и оно дает возможность зарабатывать онлайн. Каждый из вас находится на своем каком-то уровне и стартовом. И что вам больше нравится и подходит, если вы увлекаетесь играми, например, то для вас это отличный вариант. Дизайн. Чистый дизайн. И с визуализацией, с чертежами. И визуализация отдельная услуга, дизайн отдельная услуга, чертежи отдельно. То есть, как хотите, вместе-то можно продавать, отдельно можно продавать. Главное, без комплектации и без авторского надзора. Если вы пока нулевые по дизайну, я имею в виду дизайн интерьера. Если вы пока не знаете, что комплектация авторский надзор, придете на какой-нибудь мастер-класс, вот будем проводить, и там я подробно буду рассказать. На самом деле комплектация – это один из самых прибыльных для дизайнера интерьера, самый прибыльный этап работы. Но он предполагает личное присутствие. То есть, вам надо находиться в том городе, где объект. И только так можно сделать комплектацию. Если вы хотите работать онлайн, то на комплектацию авторский надзор не ориентируемся. Чертежи, как я сказал, и 3D-графика в любом виде. Сейчас просто колоссальные возможности. Я буду еще вам показывать, что можно делать. И кто спрашивал у нас там, курсы по 3D-дизайну можно проходить на любом компьютере, вообще даже на планшете, это правда. Делают наши студенты просто какие-то фантастические штуки. Так что, кому интересно, можно будет… Ну, я дам внизу тогда здесь текст, ссылку на кого-то из наших менеджеров. Можно будет постучаться, записаться. У нас сейчас идет там регистрация. Для всех участников этого канала будут особые условия. Вот, только что решил. Можно делать людей в 3D. Это другая часть. Unreal Engine 5. Для него все-таки нужен компьютер. Будьте внимательны. То есть, для 3D-дизайна, для интерьеров все, можно делать на любом. А вот для более сложной графики все-таки нужен компьютер. Но если он у вас есть, то внимательно посмотрите на Unreal Engine 4. Все, что делается там, оно все очень котируется, все очень востребовано, стоит дорого. И можно продавать консультации, можно продавать само 3D. Это просто что-то невероятное. Я буду вам показывать. Ну, я сам фанат. Хотя уже очень так, ну, руками, прям вот так активно, как когда-то не работаю. Но сейчас с новыми технологиями я опять сел. Это просто что-то невероятное. Дальше. Следующий пункт. Это критически важен фокус. Фокус, фокус, не фокус, а фокус именно на деле. Что хочу сказать. Я сужу по себе исключительно. Мы работаем в каком-то определенном режиме для себя. У нас накапливается целая куча каких-то повседневных дел, которые вроде как обязательно надо делать. Но которые не дают нам возможность сделать профессиональный рывок или еще какой-то. Ну, то есть, реально они занимают все пространство, все время, нам кажется. При этом мы не замечаем, как мы отвлекаемся на новости. Особенно сейчас. На наши мессенджеры. Особенно сейчас. Сейчас просто дико отвлекает все. Фокус это когда мы все, что отвлекает, на что мы никак не можем влиять. Мы это все в сторонку сжимаем. Если есть какая-то работа и вы понимаете, ну там, что она вас не устраивает. Что у нее нет перспективы. Даже если она вас устраивает, но перспективы нет. Если вы понимаете, что сейчас мега нестабильное время. И надо обезопасить себя, семью. Для этого нужны дополнительные доходы. Все это сжимайте, сдвигайте. И максимально фокусируйтесь на том, о чем давно уже, что планировали. Или если у вас нет никакого направления, берите у нас любое. 3D дизайн стартуйте, потому что максимально быстрое и комфортное погружение. Просто реально. За несколько дней вы делаете первые свои фотоэлистичные картинки. Это феноменально, но вот это круто. И это очень быстро. И дает возможность работать онлайн. Поэтому вот обращаю ваше внимание. Или любой другой, но в любом случае. Это сейчас повседневные дела в сторону. Вот как раз сейчас прямо самое время вот это все сдвинуть. Если что-то где-то там пока никуда не убрать, надо работать или еще что-то, сжимайте. То есть максимально быстро старайтесь это сделать, чтобы высвободить время на учебу и на свое развитие. Вам надо будет много чего пройти, много чего попробовать, спросить, поискать самостоятельно, проверить, попробовать. Мы будем проходить еще. Я обязательно вам запишу уроки по работе на иностранных всяких площадках. Как там работать без языка. Попробуем, посмотрим. Есть множество прекрасных примеров, как люди на иностранных рынках, Upwork, например, посмотрите потом, регистрируются без знания языка и отлично там удаленно работают. Ну, то есть в долларах зарабатывают деньги. Там все равно, с какой вы страны можете зарегистрироваться, указать любую страну и будете нормально там работать. Вот, без языка. Ну, понятно, что был бы язык, вообще было бы прекрасно. Ну, этим тоже можно уже озадачиваться. И, пожалуй, вот последнее, наверное, что я хочу сказать. Это очень важно будет определиться с опером. То есть вы должны понимать, что в онлайн идете, вам в любом случае надо будет оформить соцсети по тому направлению. Не думайте, что вы сделаете и так, и так, и так, и так. Нет. Вам придется сделать одну, один там Instagram, ВК, еще что-то, еще что-то по одной теме. Все прямо это должно быть единое ядро, которое вы должны будете вести. Это хорошая работа, много ее надо делать. Ее надо делать быстро. Она дает результаты не сразу. И там, не знаю, то есть надо будет... Важно определиться, чтобы вам нравилось заниматься то, что вы выбрали. Там консультация, значит консультация. И посоветоваться. И важно, чтобы это было востребовано. Это один из самых важных моментов. Здесь я буду жестить, сразу предупреждаю. Я буду давать обратную связь, как оно есть. Так что прошу извинить сразу за, возможно, грубость. Итак, вводное есть. Ваши комментарии попрошу под этим видео. Публикуйте. И, значит, если у вас уже есть Instagram, можете указывать мой Instagram. Благодарность или еще что-нибудь приветствуется. Я просто зафиксирую, сколько людей, студентов, просто вот наших участников здесь уже с Instagram хоть более-менее знакомы. И обратную связь можете смело писать, в том числе и в Директ. На этом пока все. И двигаемся дальше. Продолжение следует.